Меня зовут Анна Медив, и мы находимся в студии Текстуры. Вообще для этого проекта я не буду скрывать, ищу героев и среди своих знакомых. Аня как раз в тот случай. Мы с ней познакомились случайно в студии, где я занималась на пилоне, а она на воздушных кольцах. Позже я узнала, что она играет на арфе, и еще бьет татухи, и еще поет. И ее работа основная вообще не связана с творчеством, она связана с бухгалтерией. То есть в 30 лет я закончила учебу, высшее образование, реклама, связи с общественностью. И подумала, что я буду делать теперь в этой жизни. Я люблю рисовать, рекламой я не хочу заниматься. И я обошла все студии, написала всем ВКонтакте, сказала, возьмите меня. А татуировка – это такой процесс мастеровой, то есть ты должен найти мастера, чтобы обучаться. То есть ты не сможешь пойти на курсы, хотя у нас есть курсы в Томске, но они такие. И в общем, в конечном итоге я написала Диме, самому последнему, сказала, да приходи. И наконец-то я пришла к нему. Я привела свою знакомую девочку и сделала ей первую татуировку. Вот тут где-то там птички вот эти летящие черные, вот эти галочки. Ужасно. Я помощник бухгалтера. То есть я перекладываю бумажки в правильном порядке. У меня там идет, во-первых, зарплата каждый месяц, которая мне позволяет делать тут именно то, что я хочу. И рисовать в своем режиме, чем-то заниматься, и то есть не браться за потоковость. Потоковость – это надписи, птички, там, геометрия, какие-то рисунки из интернета, которые говорят – хочу! Ну, все, расскажи вообще, как… Ливерсы понижают, повышают звук. Диезы так. Дома вообще отлично развалится. Вот так вот развалится. Положить ее на плечо, она кладется на плечо. Да. Кладется на плечо, и ты там что-то бренькаешь себе, что-то подбираешь свое. Вообще не знаешь, как у тебя руки стоят. А можно так развалиться? Да, конечно, можно. Хочешь вообще, можешь выйти с ней на кровати и играть с ней. Лежа, да? Да, только она тяжелая, тебе будет неудобно. Там никто не смотрит на пальцы, там что-то подбираешь, что-то пробуешь. На уроке это совсем другое. Мне на уроке достаточно жестко так. Там пальцы, четвертый палец, да, осанка, локти, у вас локоть, у вас палец. Когда ты занимаешься многим, ты распыляешься. То есть у тебя нет возможности упереться в что-то одно и именно этим заниматься. Я, конечно, распыляюсь. То есть у меня где-то там чуть-чуть, где-то там чуть-чуть. То есть если бы я уделила свое время только татуировке, я бы, наверное, была достаточно хорошим сейчас мастером, известным. Мне так, немножечко так. Но с другой стороны, у меня есть какая-то масса увлечений, которой я увлекаюсь, набираюсь опыта. И я думаю, что в жизни это мне поможет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!